Хаотично установленные лампочки в потолке могут вывести из себя даже обычного человека. Что уж тут говорить про истинного перфекциониста? Дизайнерская задумка или косяк бригады рабочих, которые клали плитку в этом торговом центре? В любом случае, итог заставляет голову закружиться, если пристально смотреть себе под ноги во время прогулки в этом месте. Отсутствие одного желтого кружочка на краю перрона заметит далеко не каждый. А лишь те, кого бесят такие мелочи. Если вы из их числа, то можете называть себя перфекционистом. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Фанат сериала «Сорвиголова» от небезызвестной компании Marvel собрал коллекцию из всех сезонов. И так как он оказался перфекционистом, то решил поделиться с друзьями своим недовольством, отправив это фото. Люди делятся на три категории. На тех, у кого на рабочем столе все находится четко в своих местах и соответствующих папках. Тех, у кого рабочий стол и вовсе пустой. И тех, у кого там творится такой хаос. Еще одна ситуация, когда тот, кто выполнял ремонт на этом объекте, решил, что главное некрасивое расположение ламп, а чтобы помещение было максимально освещено. Пришел проверить свое здоровье и наткнулся на безобидную картину, которая лично меня сильно взбесила. Естественно, я поправил табличку и пошел дальше. Небольшая оплошность ответственного за колонку с прогнозом погоды в еженедельной газете заставила расстроиться очередного перфекциониста. Вы можете считать себя настоящим перфекционистом, если среди идеально расположенных предметов с легкостью находите элемент, выбивающийся из общей картины. В этом случае выйти из себя может не только перфекционист, которому не понравится криво размещенный унитаз, а еще и любой человек, который захочет им воспользоваться. Он ведь точно неудобный. Листочек решил нарушить гармонию, над которой старалась природа. И ему это удалось. Кому-то его поступок сильно не понравился, и он поделился этим с нами. На производстве кто-то не уследил за тем, что одна булочка оказалась перевернутой в упаковке вверх дном, и тем самым расстроил одного покупателя-перфекциониста. Нет, это не картинка-головоломка. Это часть инструкции по сбору конструктора, от которой собирающий его парень просто был вне себя. Каково же было разочарование человека, который собирал этот достаточно сложный пазл, когда в самом конце он обнаружил, что одна деталь была утеряна. У перфекционистов часто случаются ситуации во время шопинга, когда натыкаешься на товар, который расставлен не по цветам. После этого хочется самому все идеально разложить. Также любителей, чтобы все было четко, бесит, когда заходишь в кафе перекусить, а на входе тебя встречает неправильно уложенная плитка. Что с этой фотографией не так? А вы посчитайте, сколько на картине ромбов? Думаю, все в курсе, что их количество должно совпадать с числом, напечатанным на карте. Если перфекционист встретит такую ошибку у себя в доме по окончанию ремонта, то, скорее всего, он заставит рабочих переделывать все с нуля. В жилище перфекциониста стульчак обязательно совпадает с размерами унитаза. Поэтому такую картину вы точно там не встретите. Симметрия должна быть во всем. Тогда где, спрашивается второй ершик? Да и вообще, могли бы хоть разделить унитазы перегородкой. Если бы углы плитки идеально совпадали с четвертинками круга, то и маленькое растение проросло бы точно посередине, добавляя этому месту гармонии. Но, увы, это не так. Что должно было встать на пути у того, кто рисовал эту полосу? Чтобы он решил немного сменить направление. Теперь каждый день на это смотрит множество перфекционистов. Думали, если чуть-чуть уложить плитку не в ряд, то этого никто не заметит? Не тут-то было! Это очень даже сильно бросается в глаза. Эта ситуация случалась со всеми и не раз. Но вряд ли кто-нибудь уделял ей должного внимания. Если бы не был перфекционистом, который все хочет отрывать строго по краю. Кстати, как он это сфотографировал? Да уж, сразу видно, что это архитектурный колледж. Вместо того, чтобы сместить название чуть правее, чтобы все влезло, они там решили первую букву прикрепить на другую стену. Хуже захламленного рабочего стола на компьютере может быть только захламленный рабочий стол, на котором выключено выравнивание по сетке. Случай, который пополняет список ежедневных разочарований перфекциониста. После такого им просто хочется выбросить банку и достать новую. Когда ты далеко не перфекционист, то при покупке новой крышки для унитаза даже не задумываешься о том, что их размеры могут не совпадать. Знаете людей, которые не любят есть корочки у пирогов и пицц? Перед вами человек, который настолько их ненавидит, что даже не приемлет их наличие на своем кусочке, оставляя всех перфекционистов в шоке. Что за гений это проектировал? Перфекционист определенно сошел бы с ума, если бы его попросили приготовить что-нибудь на этой кухне. Такое чувство, будто нарисовать полосы для этого пешеходного перехода, попросили маленьких детей, которые проявили свои таланты на максимум. Вешая такую вывеску на свое заведение, вы только отталкиваете потенциальных клиентов, ведь если все так плохо снаружи, то какое безобразие там происходит внутри. Думаете, такой небольшой недостаток никому из ваших гостей не бросится в глаза? Как бы не так. Для перфекционистов это равносильно огромной дыре в стене, которую невозможно не заметить. Вы когда-нибудь замечали, что на тетрадях такого типа зажим не сходится идеально? Если нет, то перфекционистом вас точно не назовешь. Еще один случай, когда из-за небольшого недостатка перфекционист откажется снимать здесь жилье. Ведь он будет видеть это абсолютно каждый день. Какой прекрасный дом, скажут многие. Но перфекционист такие двери может сравнить лишь со входом в преисподнюю. И вновь кого-то не обрадовали игральные карты. На этот раз все дело оказалось в рубашке, которую напечатали не точно по центру. Мало того, что края слива не совпадают с краями плиток, так его еще и разместили на двух плитках, когда он идеально вписывался в одну. Обратите внимание на кнопки с цифрами. Вы когда-нибудь видели такую странную нумерацию? Мне кажется, даже спустя годы пользования невозможно привыкнуть к расположению девятки. И вновь что-то пошло не так при создании разметки пешеходного перехода. Как вы считаете, что стало причиной этой волны? Если уж решил ставить энергосберегающую лампочку, тогда уж и в остальные патроны люстры тоже ставь такие. Такая ситуация точно случалась с каждым. Как видите, у этого ученика провалились обе попытки. Перфекционисты в этом случае просто выбрасывают лист, а всю информацию пишут заново. И еще один случай из учебных будней, когда понимаешь, что дырки на листе с важной для тебя информацией не совпадают с зажимами в твоей тетради. Увидев эту упаковку с лекарствами, разозлятся не только перфекционисты, но еще и эко-активисты. Ведь нелогичному размещению капсул соответствует избыточное использование пластика. Когда заказал себе крутой чехол на свой новенький 11-й айфон со всеми любимого Алиэкспресс. Перфекционист в такое одевать смартфон точно не станет. Наверное, абсолютно каждый человек, который заходит в этот лифт, очень долго ищет кнопку с нужным ему этажом. Проектировщик лифта, походу, очень любит глумиться над людьми. Далеко не каждый преподаватель является перфекционистом. Ему не нужно мыть доску начисто, хватит и такого. Главное ведь объяснить материал. Когда ставил бригаду рабочих ремонтировать свою кухню и уехал по своим делам. Хозяин этого дома оказался перфекционистом и сфотографировав новую посудомойку, заставил все переделывать. Ну что же они так любят размещать освещение, как попало? Если мы сегодня уже видели дверь, из-за которой находится ад перфекционистов, то этот коридор определенно должен везти к этой двери. Судя по всему, это обдуманное дизайнерское решение, против которого владелец кухни ничего не имел. Но вот друг, зашедший к нему в гости, оказался перфекционистом и ужаснулся. Перфекционисту всегда хочется, чтобы одинаковые элементы были совершенно одинакового цвета, даже если это крышки от бутылок с молоком. Мужчина, зашедший в строительный магазин, не мог не сфотографировать пилу, которая лежала в упаковке, не в ту сторону. Еще одна достаточно популярная ситуация, от которой перфекционисты не просто злятся, они сразу начинают плакать. Может, для этого парня это и самая обычная футболка, но просто представьте, сколько перфекционистов он раздражает за день своим видом. Упаковка полностью запечатана, поэтому цветное драже там оказалось совершенно случайно, нарушая белизну содержимого. Ситуация, когда остается одно яйцо, для которого уже нет места, также становится крайне раздражительной, каждый раз, как в первый. Мужчина просто пытался оторвать банан, так, чтобы он не открылся. Посмотрите сами, сколько у него было попыток, среди которых ни одной успешной. Кажется, владелец этого авто также оказался перфекционистом, который, скорее всего, увидев такую картину, решил достать коробку. Самая большая в мире костная рыба, солнечная рыба Худвинкер. Дайвер рядом для сравнения, чтобы вы поняли, насколько внушительны ее масштабы. А вы помните времена, когда только начинали появляться 3D-залы в кинотеатрах? Даже представить сложно, какое количество эмоций может доставить такой 99D-кинотеатр, который, похоже, был привезен из будущего. Вы думали, во всех странах на продукции Киндер один и тот же мальчишка? Ошибаетесь! Для арабских стран было выбрано новое товарное лицо. Маленький хомячок оказался в беде, но ему повезло, что ветеринар мастер своего дела, который способен наложить гипс даже на такие крохотные лапки. Журнал Плейбой для слепых. Судя по его состоянию, действительно интересное издание, которое пользуется спросом. Истинные ценители помнят его. Это Шреддер, главный враг черепашек-ниндзя. И сейчас у вас есть уникальная возможность наконец увидеть его без маски на лице. Вилка с пятью зубьями. Кому-нибудь, кстати говоря, известно, почему на обыкновенной вилке их именно четыре. Непонятно зачем, но кто-то решил почистить арбуз как обычный фрукт или овощ. Так и хочется съесть его целиком. Особенно, когда не видно никаких косточек. Начало Великой Китайской Стены. Или же конец, называйте это как вам будет угодно. Я уверен, что вы даже не думали о том, что стена доходит до морского побережья. Правдоподобный манекен. Вам тоже надоели эти идеализированные фигуры, стоящие в магазинах, на которых все смотрится идеально. А как только примеряешь такую же одежду на себя, она выглядит совсем иначе. Среди молодых водителей крайне популярен тюнинг автомобилей. Парни часто проделывают что-то подобное со своими авто. Но вот заниженный Гелендваген вы вряд ли когда-нибудь видели. В Африке нет специальных грузовых автомобилей для перевозки легковых. И поэтому перевозка легковушек там выглядит, ну, как-то так. Чемпион мира по армрестлингу Матиас Шлитте. Он родился с физическим отклонением, из-за которого его правая рука значительно больше левой. Как видите, он смог найти ей подходящее применение. Нет, это не эластичные рельсы. И они такие же прочные, как и все остальные. Такими они стали после того, как Новая Зеландия пострадала от землетрясения. Оно и деформировало железнодорожные пути. Во время массовой миграции пауков все на их пути покрывается слоем паутины. Сперва даже не понимаешь, чем покрыта вся земля. Ведь о таком количестве паутины никто даже подумать не может. Мощные корни дерева не дали участку земли, на котором оно стоит, подвергнуться эрозии, из-за чего уровень почвы вокруг него со временем оказался значительно ниже. Такая необычная картина создается благодаря метану. Именно он и замерз в толстом слое льда, создав весьма странный орнамент. Попугай настолько сильно скучает по родным краям, что способен получать наслаждение, даже находясь вблизи изображения своей привычной среды обитания. Все мы в детстве катали шары из снега, чтобы слепить снеговика. Но никому не удавалось сделать бублик. А ведь такое возможно. Просто взгляните на это. Самое интересное, что в его создании не участвовал человек. Не всегда поверхность океана покрывается равномерным слоем льда. В этом случае, например, образовались сотни ледяных кристаллов. Кайман ловит тигровую рыбу, которая в свою очередь только что поймала другую рыбешку, поменьше. Когда торнадо достигло горящего дома, оно превратилось в огненное торнадо. Что может быть хуже этого, даже представить себе сложно. Эту фотографию можно определить как кадр из какого-то безумного фильма ужасов. Но на самом деле так жутко выглядит мотылек в период спаривания. Гигантский ледяной гриб посреди океана. И когда я говорю гигантский, то так оно и есть. Просто взгляните на его мощную ножку, скрывающуюся под толщей воды. Самолет, пролетающий перед солнечным затмением. Человек, сделавший эту фотографию, стал обладателем снимка на миллион. Всего лишь девушка с крокодилом на руках, на котором стоит бобер и величественно пьет газировку. Ничего ведь необычного, правда? Картофелина весом 11 килограмм. С ней вы точно не будете сомневаться в том, что порция будет маловато, когда решите пожарить себе немного картошечки на обед. Все мы видели пеликанов как минимум в телевизоре или интернете. Но кто-нибудь задумывался, как они выглядят с открытым ртом? Теперь и на такой вопрос у вас есть ответ. Многие, приходя в концертные залы или кинотеатры, любуются там люстрами и задаются вопросом, как же они меняют лампочки на такой высоте? Все просто. С помощью длиннющей палки. Думаете, производитель чипсов окончательно обнаглел и решил продавать один воздух? Так выглядят упаковки чипсов на высоте 2270 метров над уровнем моря. А вот, кстати, процесс разгрузки фуры с картофелем на заводе, который и занимается производством чипсов. Правильно, не руками же ее выгружать. Каждый день в нашу голову приходят абсурдные вопросы, которые требуют незамедлительного ответа, но не у кого спросить. А интернет порой оказывается бессилен. Именно таким образом зоологи взвешивают небольших птиц. Любой человек достоин того, чтобы для него делались головоломки. Так выглядит кубик Рубика для слепых людей. И глобус для слепых тоже существует. Шрифтом Брайля на него нанесена вся необходимая информация, а очертания континентов легко различимы. Тяжелые стадии сколиоза также излечимы. И вот рентгеновские снимки, которые прекрасно это подтверждают. Что это за странное растение? Так это же обычный виноград. Да, он бывает и такой формы. Я даже попробовать захотел, вдруг он гораздо вкуснее. Лысый шимпанзе. Я тоже в шоке от того, какую мускулатуру скрывал все это время от наших глаз волосяной покров. Очередной ответ на вопрос из разряда «А что если бы?» Вот так бы выглядел Марс, если бы на нем до сих пор была вода. Ученые, давайте уже скорее колонизируйте его. Клетка рака под микроскопом. Они выглядят ровно так отвратительно, как в принципе и должны были выглядеть. Список покупок, которые Микеланджело составил для своих слуг, не отличающихся грамотностью. Вот что значит обладать даром рисования. Черепашка-альбинос выглядит так же необычно, как и все остальные существа-альбиносы. Но все же это каждый раз удивляет. Что это? Результат чьего-то творчества? Да, так сказать, космического творчества. Это идеально отполированный метеорит. Ну, в такой Макдональдс в виде средневекового замка просто грех не заглянуть. Хотя, может быть, это был своего рода ответ популярной в США фастфуд-сети «Белый замок». Дип-блю — это первый в мире компьютер, которому удалось обыграть человека в шахматы. Произошло это в 1997 году, а первой жертвой стал гроссмейстер Гарри Каспаров. Скелет ежа наглядно демонстрирует то, какое у него на самом деле маленькое тельце, и как много объема ему добавляют иголки. Угадали личность? Авраам Линкольн, которого невозможно было представить без бороды. Настолько тесно она связана с его образом. Но, как оказалось, все-таки родился он без нее. Порой кажется, что в свое время люди в качестве ездовых животных пробовали абсолютно всех. Фотография, на которой человек едет на повозке с упряжкой лосей. Мотороллер-кран поможет избежать долгого ожидания техники, когда вам нужно поднять что-то, но не очень тяжелое. Все потому, что скорость передвижения у него явно больше. У кого-то на даче припаркован настоящий авиалайнер. Неплохой такой аналог гостевого домика. Берем на заметку. Компания Джелли Берри выпускает знаменитые конфеты с любым вкусом из Гарри Поттера. Про вкус ушной серы не забыли, и он есть в каждой упаковке. Магнит на холодильнике в моем гараже собрал железные частички из воздуха. Забавно, что некоторые мужчины даже в гараже не обходятся без холодильника. Одно упавшее дерево способствовало появлению четырех новых. Самое интересное, что оно до сих пор полностью не сгнило, ведь остальные деревья питаются через него. Ангиограмма, показывающая поврежденные сосуды указательного пальца мастера по йо-йо. Даже самые безобидные увлечения могут быть травмоопасными, если не знать меры. Кактусы бывают абсолютно любого цвета радуги, так что любой сможет выбрать себе колючее растение по вкусу. Это кукуруза, и ее никто не красил. Так выглядит особый сорт, который носит название стеклянная гемма. Такую даже есть жалко. Считаете, котят и щенят самыми милыми в мире? Тогда вам стоит познакомиться с детенышами утконосов. Мне кажется, что их уже никто не сможет переплюнуть. Фотограф, сделавший этот кадр, рассказал, что это идеально спелое яблоко он встретил на ветке дерева в декабре. А теперь вспомните, что вы видите на улицах своего города в декабре. Чайка пытается спасти своего сородича из лап орла. Даже среди птиц существует настоящая дружба и проявление истинного бесстрашия. Кажется, будто это какое-то орудие пыток. Но совсем не так. Взгляните на его позу. Не знакомо? Это форма для отлива фигуры Рональда Макдональда, рекламного лица Макдональдс. Даже у жирафа есть свой особняк. Хотя с такими габаритами приходится жить в соответствующих местах. Все лучше, чем кто-то оказался сильно недоволен своей зарплаты за последний месяц. Более странного способа протеста этот мир еще не видел. Для того, чтобы сделать крутое фото, совершенно не нужно быть фотографом или иметь дорогостоящую технику. Нужно просто проявить немного фантазии. Например, немного мятой фольги создаст совершенно фантастический фон при макросъемке. Нужно сфотографировать что-то вровень с поверхностью воды? У вас есть два варианта. Либо копить кругленькую сумму на соответствующую камеру, либо потратить сущие копейки на маленький аквариум. Ни для кого не секрет, что сейчас тенденции фотографии задает инстаграм. Там популярны фото сверху. Если нет желания разоряться на крайне дорогой штатив, просто обзаведитесь запасом скотча. Добиться красивых бликов на фото можно даже без дополнительной обработки. Просто покопайтесь в запасах старых компакт-дисков. Они отлично подойдут для этой цели. Что? Собираетесь покупать световые фильтры для получения интересных эффектов на фото? Лучше скажите у вас солнечные очки есть? Они тоже прекрасно подходят для этой цели. Хотите добиться эффекта мягкого размытия на фото? Да запросто! Оберните объектив пищевой пленкой, а потом с помощью обычного крема для рук создавайте свое размытие сколько душе угодно. Только про пленку все-таки не забудьте иначе будет весьма досадно отмывать объектив от крема. А если фотографии нужно добавить четкости и избавить от лишних засветов, на помощь придет обычный стаканчик от кофе. Завалялась в хозяйстве старая занавеска? Отлично! Она прекрасно подойдет для создания необычного фото без дополнительных затрат. Что, неясно зачем этот человек заклеивает объектив скотчем, да еще и маркерами на нем голову сделать фото с цветным размытием? Примерно с таким. Немного цветной ваты и вот на вашем фото уже появились розовые эфирные облака. Допустим, вам захотелось снять фотографию, напоминающую о ярком солнечном дне. А судя по прогнозу погоды, солнце не вылезет из-за туч ближайший месяц. Так что теперь, забросить эту идею? Вовсе не обязательно. Самый обычный фонарик прекрасно создаст солнечные блики. Ммм, прекрасная незнакомка, на лицо которой вуалью падает необычная тень. Главное, никому не говорить, что это тень отчаянного ситечка, а то вся аура загадочности сразу пропадает. Ни один фотограф не даст соврать, рассеянный свет залог успешного портрета. Ну, если разоряться на нормальное освещение пока что настроения нет, вас выручит обычный белый пакет, который можно привязать к вспышке. Да что там пакет, даже самый обычный лист белой бумаги может существенно преобразить ваше фото. Захотелось поиграть с разными цветами, создавая ощущение иной вселенной? Да без проблем, немного целлофана и краски помогут воплотить в жизнь любую вашу фантазию. Знаете, что нужно для того, чтобы сделать красивое фото с отражением? Да в общем-то ничего, только фотоаппарат и отражение. Банальный синтепон превращаются в фантастические облака, стоит только его правильно подсветить. Такое креативное фото с апельсинами и при этом такая простая реализация. Если захотите повторить, то проблем не возникнет. Даже обычный старый журнал может сделать вашу фотографию по-настоящему уникальной и необычной. Согласитесь, это выглядит гораздо круче, чем обычные фото из туристических поездок. Большие экраны это настоящая находка для любителей необычных фонов. И пускай теперь попробуют доказать, что вы все выходные гуляли по торговому центру, а не по океанариуму. А вы что думали, что все красивые фото из самолетов действительно снимали прямо на борту? В общем, если захотите себе красивую фоточку с облаками за окошком, вы знаете, что делать. Яркую и необычную фото зону можно сделать даже из обычных воздушных шариков. Получается бюджетный, но при этом очень необычный вариант. Вот кто бы мог подумать, что обычная старая мокрая пластиковая бутылка поможет создать такой восхитительный эффект на итоговом снимке. Прохладная вода, свежесть, ага, размечтались, бассейн глубиной по щиколотку, вокруг щебенка, вот она суровая реальность. Я не понимаю этой нежной любви людей к странным теням на улице, но если вам они нравятся, то к вашим услугам всегда есть дуршлаг. Джунгли могут быть ближе, чем кажется, но не ездить же из-за каждой фотки в тропике в конце концов. Все мечтающие стать моделями не должны забывать, что ради красивых фотографий придется изрядно поваляться в грязи. Фотография получилась классная, не поспоришь, но какое же это неуважительное отношение к еде. Ну кто не мечтает о фотографии с миллионом роз? Правда в реальности это выглядит совсем не так романтично, как представляется. Ух, какое атмосферное фото. Главное, когда на него смотришь, не вспоминать, что бедные девушки светили лампой в глаз и капали на голову из душа. Девушка в бассейне. Какое прекрасное фото. Только интересно, сколько времени ей пришлось пролежать в такой позе. Что, бедолагу сковала льдом? Да нет, все гораздо проще. Стеклянный столик, немного колотого льда и вот антураж готов. Конечно, снимать джунгли лучше там, где эти самые джунгли растут, кто бы спорил. Но будем реалистами, в крайнем случае и зеленый уголок в каком-нибудь фойе тоже сгодится. Ну или в крайнем случае клумба, и ведь никто все равно не заметит подмены, так зачем куда-то ехать? Ах, какая трогательная фотография, и никому даже в голову не придет, что это просто обочина дороги. А вы как думали, ради хорошего фото и в лужу залезть придется? Ну да, прохожие конечно будут смотреть как наумственно отсталого, ничего не поделаешь издержки профессии. Вот так обычная детская игрушка может превратить самое скучное фото в очень оригинальное. Какая мрачная картина, буквы с книги сыпятся, просто ужас. В такие моменты лучше не знать, что эти буквы самые макароны еще и покрасить в черный цвет, то можно столько атмосферных фоток наделать. Аж дух захватывает от перспектив. Вам когда-нибудь приходилось сделать фотографию необычной при помощи обычных шнурков для обуви? Что, ни разу такая идея вас не посещала? Вот поэтому у вас и нет таких классных фоток. Смотришь на эту фотографию и прямо-таки чувствуешь, как к тебе подкрадывается депрессия. Посмотришь, как ее снимали, начинает пробирать смех. Интересно, как смартфон себя чувствует после такого обращения? Даже с помощью детской игрушки можно сделать очень необычное и атмосферное фото. Не верите? Тогда смотрите, это детский волчок. А теперь попробуйте сказать, что эта фотография не шикарна. Что, захотелось фотографию в образе русалки? Ну, тогда готовься поотмокать несколько часов в тазике с водорослями. Интересно, что же увидела девушка за этим забором? Да, в общем-то ничего, поскольку самого забора тут нет, просто фотограф где-то стащил три доски и стопку книг, чтобы имитировать изгородь. Надеюсь, вы не думали, что когда снимают фотографии как бы изнутри какого-то предмета, действительно кладут на дно. Фотографы тоже люди, им вовсе не нравится брать в руки камеру, об которую выжимали грязную швабру. Если осенние деревья слишком медленно роняют на вас листья, то им следует немного помочь, хорошенько встряхнув. Чтобы сделать красивые фотографии на пустой автостраде, у вас есть два варианта действий. Либо искать где-то заброшенную дорогу, но тогда это будет заметно и эффект будет не таким впечатляющим. Либо рисковать своей жизнью, ожидая, что в любую секунду появится автомобиль. Принимать необычные позы это обычная обязанность модели, но иногда фотографу тоже приходится принимать позу, нетипичную для остальных людей. Прекрасное фото, правда? А знаете, как создать такие колоритные брызги на фоне? Записывайте рецепт. Вам добавляем друга в бассейн с разбегу и получаем свои эпичные брызги на фото. Лучший друг фотографа это гирлянда. С ее помощью можно создавать просто фантастические снимки практически в любых условиях без особых сложностей. Как превратить скучный ночной пейзаж города в нежный и романтичный? Да ерунда, просто сделайте для объектива вот такой фильтр из плотной бумаги. Кстати, узор может быть совершенно любым. Резкий свет из окна всегда добавляет фотографии атмосферы и контраста. Именно поэтому фотографы не заморачиваются с поисками подходящего окна и ожиданием когда же туда попадет солнечный луч. Они просто создают комплект бумажных окон на все случаи жизни. Если под рукой не оказалось уж совсем ничего необычного, а сделать необычное фото очень хочется, то вам на помощь придет старый рваный бинт. А вы думали, что все фотографии дикой природы действительно снимаются с участием животных? Немного смекалки и дикую природу можно снимать даже у вас в прихожей. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании. и видео 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 Продолжение следует...